Субтитры сделал DimaTorzok Мы решили вам показать, как выглядит павильон Мисс Вандерруэ на самом деле Мы сейчас здесь, нам нужно отправиться на площадь Испании Да, после московского метро, конечно, метро Барселоне выглядит очень милым, уютным Все очень маленькое, небольшое И, к слову сказать, навигация тоже довольно запутанная Так что, если вы думаете, что где-то что-то непонятно после редизайнов То я вам еще покажу, если успею, подснять пару примеров Как выглядит навигация здесь Тоже люди путаются, возвращаются, меняют станции и все такое Кстати, если вы думаете, что где-то есть такая же некрасивая реклама Как часто мы встречаем в Москве или в российских городах То вот, пожалуйста, шедевры местного экспресс-дизайна Те же проблемы с дизайном зубных поликлиник, каких-то загородных центров Глаза в обводке В общем, все, что мы любим Кстати, хотел показать, как выглядит реклама школы дизайна в Барселоне Очень достойно, очень достойно Маленькая пасхалочка для всех любителей шрифта Монсеррат В общем, если любите шрифт Монсеррат, вам вот в эту сторону Павильон Мисс Вандерой находится на Фире де Барселона Это, ну, если простыми примерами объяснять Это что-то типа нашего ОДНХ То есть во времена, когда выставки гремели именно зданиями И огромными такими монументальными сооружениями Строилось большое здание, которое часто оставалось надолго Собственно, в истории города, в истории его архитектурного облика Ну, например, они все знают, наверное, что Эйфелевая башня Которая находится в Париже, а не в Барселоне Понятное дело, тоже появилась именно так То есть она была построена в рамках выставки И потом она просто осталась Хочу вам показать еще пример логотипа Фире де Барселона Потому что это классный пример тоже работы с контрформой Давайте посмотрим Смотрите, так выглядит лого Да, если мы издалека посмотрим То есть сначала мы, конечно же, видим лучи, которые расходятся Да, и мы не понимаем Похоже на какую-то ерунду сначала И некую какую-то абстракцию Да, но если внимательно посмотрим То мы начинаем видеть здесь как раз здание Да, силуэт здания Довольно простой такой симметричной формы Да, и здесь как раз рисуется такая невидимая линия За счет того, что все слова у нас так ровно расположены Соответственно, тот самый прием, который называется Там, кунта формы или негативное пространство Когда мы видим то, чего на самом деле нет Да, и, собственно, это здание А дальше оно появляется Наверное, имелось в виду вот это здание Которое мы скоро увидим поближе Да, очень похоже на то, что было изображено Именно это здание на логотипе Здалека выглядит довольно незамысловато И для людей, кто там живет уже в 21 веке Конечно же, на скидку это здание Может быть, не производит какого-то фантастического эффекта Но сейчас доберемся внутрь И как раз посмотрим, что там внутри происходит Потому что как раз те истории, когда я вам рассказывал Про смешение материалов Помните, я вам рассказывал, что там очень классно использованный Современный для того времени материал И Вандерой очень круто повлиял Именно на архитектурный облик И то, как выглядят здания сейчас Поэтому сейчас заглянем внутрь И, уверен, будет интересно Ну, собственно, павильон, на самом деле, можно сказать Немного похож на конструктор ленивого ребенка Потому что, посмотрите, он сделан из таких брусков и плиточек Вот А с другой стороны, да, для тех времен Для 1929 года, когда он был построен Это был абсолютный разрыв и шедевр Потому что таких минималистичных форм тогда было очень мало Видите, такие куски, плитки И как раз смешение материалов Да, о том, о чем мы говорили Стекло, металл, камень И водные поверхности До которых мы сейчас тоже доберемся Как раз это и стало таким Очень большим и заметным вкладом Да, в развитие дизайна, архитектуры И минимализма И то, как выглядят сейчас современные пространства Вот таким получилось наше посещение павильона Мисс Ван-де-Рое Взял себе на память бумажечку из него с конструкцией А сейчас мы с вами отправимся на Камп Ноу Домашнюю арену футбольного клуба Барселона Обязательно заглянем в музей И посмотрим, как там все устроено Посмотрим, как выглядит дизайн спортивных площадок и спортивных клубов На примере очень известного каталонского клуба Хотел как раз показать, как работает навигация И где она не работает иногда Вот нам нужно на зеленую ветку Посмотрите сейчас, как наш путь будет устроен И что дальше? Куда нам идти? Красный, красный, красный Все? Все сломалось? Оказывается, тут есть подсказка Которую мы прошли Сейчас возвращаюсь назад И вот мы видим Ах, оказывается, здесь красный и зеленый Вот в ту сторону В общем, навигация, это правда сложно Сейчас даже мне интересно, дойду ли я Дойду ли я до станции На которой поезд повезет нас на Камп Ноу Хочу, пока мы идем до стадиона Вам показать еще несколько хороших вещей В навигационном плане Которые мне очень понравились И хочу просто обратить ваше внимание На детали Как сделана навигация метро в Барселоне Мы сейчас находимся на зеленой линии Зеленой ветке Соответственно, вся эта зеленая линия Пронизывает всю станцию Довольно классное, простое графическое решение И тоже хотел показать вам Как оформлены станции То есть наш прогресс Как бы по движению по линии Во-первых, черный фон Да, редко когда встречу навигацию черный фон Здесь, по-моему, он классно работает Белыми обозначено то, что мы проехали А зелененьким то, что мы не проехали Мне кажется, вот сейчас, когда я стою рядом с этим И думаю, было бы, конечно, лучше сделать это сереньким Чтобы оно меньше выделялось Станцию, на которой мы находимся Как-то обозначить и выделить Для того, чтобы мы точно понимали, что приехали Хотя, мы как бы понимаем, где мы По огромному названию здесь Очень нравится, как сделала навигация Первый я, кстати, оказался на пустынной станции метро Совсем никого нет И тут в дырочку можно увидеть, кстати Другую станцию метро Довольно забавно Подвернулись мне, кстати, еще плакатики На актуальную в Европе тему Какой-то новый сериал Ну, сама карта метро, кстати, выглядит довольно привычно Мне кажется, для многих из нас На все, кто хотя бы раз был метро Цвета, линии, акценты Пересадки, смотрите, кстати Как обозначены без каких-либо точек Что, мне кажется, кстати, не очень понятно Ну, вот так, видимо, решили сделать Поэтому, в этом смысле, мне кажется Дизайн московского метро Карты вообще выигрывает Если честно, в общем, мой итог По навигации метро в Барсе Я расстроился Дизайн столицы, крутой город Много всяких классных дизайн вещей Блутать по метро можно очень долго В поисках, элементарно одного выхода всего Сейчас я вышел сюда просто Потому что я додумался дернуть за какую-то калитку В общем, смешное чувство испытываю Ну что, ладно, чувства чувствуем Мы наконец-то доехали до Камп Но До музея футбольного клуба Барселона Что, я оказался в настоящем рае для фанатов футбола И наверняка уж для фанатов клуба Барселоны Такая улочка, в которой продают всякая сувенирка И там же вход в музей Посмотрите, что довольно Ну, такие уже привычные для нас Истории с контейнерами Часто это используют в дизайне таких малых всяких конструкций Классно выглядит Видите, наносятся разные логотипы сюда Контейнеры сделаны в цветах клуба Что было бы странно, если бы не были в цветах клуба Такой очень душевный автобус Покрашен полоску Очень нравится еще вот это мороженое Ну-ну-ну-ну, соло-соло-пара-пара-сик Все-все-все Ну-ну-ну-ну Нашел для вас очень хороший пример Как идет работа с цветом На вот таких больших плоскостях Смотрите, есть у нас красный-синий Да, как основные И желтый, тоже как цвет каталоний Для акцентов используется Но тоже обратите внимание Что все-таки основная часть цветового Цветового объема она сделана в темных решениях И дальше это все заворачивается Тоже в разные такие вот графические приемы Мне нравится Довольно бодренько Особенно учитывая то, что у нас тема спорта Вполне Новая форма Барселоны Я так понимаю, что может быть не основная Но они ее сейчас везде активно продвигают Она радикально, мне кажется, отличается от того, что было раньше Желтая с флагом каталоний на груди Ну и больше всего, конечно, меня у всей этой истории удивляет Это размер логотипа Spotify на груди Да, это просто превратилось в маленькую Spotify По-другому я не буду назвать Вот Ну понятно, что у клуба есть какие-то причины на это Но выглядит это, я бы сказал, довольно спорно Помните, в предыдущем выпуске про кинопостеры Мы с вами разбирали примеры разных композиций Как именно работают кинопостеры Так вот, мне сейчас попался на глаза Постер возле стадиона Кап Наумо в Барселоне Где героем, собственно, выступает как раз Не человек в классическом этом понимании А продукт И вокруг него уже разворачивается какая-то история То есть в центре внимания у нас упаковка И вокруг некие второстепенные персонажи А внизу название фильма Который звучит как официальное пиво клуба Барселона Вот пример того, как кинопостеры Перекочевали в классическую рекламную историю Рядом с Кап Наумо Сейчас заглянем в музей как раз До которого мы так долго добирались И посмотрим, что там внутри Ну что, давайте посмотрим, как будет проходить наш экспириенс в музее Футбольного клуба Барселона на Кап Наумо Посмотрим, как сделана навигация Как сделаны разные маркеры и так далее Давайте начнем Встречает такая навигация, понятно Вот это очень красиво Сразу же нам показывают большие красивые лого Классно сделано На такой подножечке С объемной буковкой Очень прикольно Ну и тут начинается фотография Что мы пришли в музей Плохо распечатанные фотографии Которые странно натянуты В музее просто куча народу Сегодня суббота Просто битком Люди изучают кубки Старую униформу Желтую форму уже Одна из первых форм Я небольшой знаток Барса Честно скажу Я зато кое-что понимаю в дизайне Огромное количество кубков Очевидно Новая форма Кубки Лиги Чемпионов Я думаю, что это самое интересное для всех Как кубок Лиги Чемпионов выглядит вблизи Конечно, когда вблизи видишь Первые бутсы Ну там один из первых, да Это бутсы 50-х годов Вообще непонятно, как люди в них Могли играть, бегать И становиться чемпионом мира Потому что, конечно Это очень сложно В тех бутсах вообще Шипы такие Параллельные По Давайте придется дизайн Спортивные обуви Да, это, наверное, отдельная история большая Которую тоже мы однажды Некогда для вас делаем Потому что не сразу додумались Что это шипы Количество кубков, конечно Просто зашкаливает Куба Но я думаю, что это все Знают так Но когда это видишь в одном месте Конечно, это очень впечатляет Кстати, прикольный дизайн для вас Нашел Редко встречал такие модели Когда на кубке Очень крупным шрифтом Набито название Турнира Суперкуба Каталония Как правило Основание кубков Всегда такое очень минималистичное То есть там почти нет Какого-то декора сильного Но вот этот кубок, кстати Мне очень нравится Очень красиво сделал Крутая работа Выставлены все Золотые мячи Футбольного клуба Офигенно выглядит, конечно Да, вообще, конечно Футбольный клуб Барселона Является одним из самых ярких примеров Как нужно монетизировать Собственные успехи Вход в музей В котором просто Выставлены кубки Стоит 20 евро Поток людей просто не иссякает По факту Да, это трофей Да, это великий клуб Но насколько все Классно сделано Для того, чтобы Извлекать дополнительную прибыль Из успехов Это меня поражает За мной Золотые бутсы Очередь Сфотографироваться с которыми Несколько Десятков Иногда, мне кажется Идет на сотню Желающих Там же золотые мячи Это впечатляет Это реально Интересный экземпляр Это Давайте его сначала угадайте Потом я назову Художника В общем, это плакат Жоанна Миро Специально для Барселоны Плакат 1974 года Характерный почерк Миро Глазки Сочетание цветов Такая известная всем Небрежность Вот так вот проявилась здесь А это еще один плакат Посвежее 1999 года Тоже довольно экспрессивный Кажется, он хорошо тоже Сюда вписывается И подходит А очередь все увеличивается Да, еще про Барселону Один интересный факт Однажды, совсем недавно Клуб пытался провести ребрендинг И, собственно, отказаться Вот от этих знаменитых букв Которые Расшифровываются как Футбол-клама Барселоны Видите, у меня есть На спине более старый плакат С 1949 года Где написано Клаб-футбол Барселоны Клуб пытался сделать ребрендинг Но болельщики В один голос Стали бунтовать По-другому не скажешь Соответственно Вот этот вот значок Остался Неизменный Ну и, конечно же Говоря о футбольном клубе Барселоны Нельзя не зайти на Саму арену Камп Ноу Чем она известна? Во-первых Это один из самых больших Футбольных студионов мира Сюда вмещается 99 тысяч человек Собственно Этот объем Зрителей Стал возможен После проведения Реконструкции Одна из самых крупных Была В 1980 году И с тех пор Это одна из самых Наверное Впечатляющих аренд Что еще интересно Что С недавнего времени Спотифай Стал активно Принимать участие В жизни Футбольного клуба Барселона И сейчас Вы можете встретить Спотифай Точнее Лого его И на Форме Игроков И даже На самой Трибуне И сейчас На равне с Nike Здесь красуется Этот логотип Я вам сейчас покажу То, о чем я говорил Когда Продается Просто Травка Травка С Камп Ноу 20 евро Какие мысли меня посещают Барселона Невероятный пример Того Как можно Зарабатывать На успехе Как бы смешно Это ни звучало Продается Буквально все Продается Трава Со стадиона Продаются Копии Кубков Продаются Даже Баскетбольные Мечи Казалось бы Может ли Футбольный Клуб Продавать Баскетбольные Мечи Конечно может Если на них Написан Барселон Так что Очень интересные Мысли И все это Очень здорово Я в детстве Играл в футбол И конечно Если бы мне В детстве Подарили Вот такой мяч Я бы Наверное Просто Сошел с ума Очень крутой Дизайн Я даже Не знаю В каких плоскостях Разобрать Во-первых Это текстура Он имеет Такие Вдавленности Во времена Когда я Играл в футбол 20 лет назад Мы Такого И знать Не знали Количество Частей На футбольном Мече Тоже Количество Лепестков Тоже Сильно Уменьшилось С тех пор Ну и конечно Ну и конечно же Цвет И флаг И логотип И герб клуба Все это вместе Выглядит просто Просто бомбически Да Ну и одна из новинок Которые Пронесла Компания Спотифай В жизнь Футбольного клуба Барселона Это Промоушен На футболках Игроков Артистов И Один из первых Таких кейсов Является Промо Певица Раззаляя Последнее Что впечатлило Конечно Это Лестница Трибуна Очень Строумно Сделано Особенно Когда у вас Есть возможность Через три этажа Все это пропустить Впечатляет И декора Просто Используем Стули Все это Конечно Делает Очень Красно Как говорят Наши сценаристы В этом Спортивном Бою Победили Маркетологи Прямо За мной Один из самых Известных Футбольных Стадионов Мира Который Называется Камп Но Но Сейчас Он называется Спотифай Камп Но Все дело В том Что Некоторое Время Назад Спотифай Это Такая Очень Известная Музыкальная Компания Стала Спонсором И видимо Экономическое Влияние Спотифай Настолько Велико Что Пришлось Добавить Его Во все Возможные Атрибуты Футбольного Клуба Если вы Внимательно Смотрели Этот выпуск То Вы убедитесь Что Даже Такая Мне кажется Священная Вещь Как Футболка Спортсменов Футболка Игрока Может стать Медиа Носителем И не просто Медиа Носителем А Кроме бренда Которым Мы уже Более-менее Со временем Мы все Привыкли Когда размещается Какой-то бренд На груди У спортсменов Сейчас там Размещается Название Исполнителей И вот это Конечно Мне кажется Такой довольно Инновационный Шаг Как по мне Потому что Все-таки Раньше Люди носили Только бренды На груди Но Исполнитель Это все-таки Мне кажется Такой уже Немного Личный бренд И вот в этом Смысле Конечно Спотифай Очень лихо Экспериментирует С тем Что происходит В жизни Футбольного клуба И соответственно В всем мерче Который Использует Барселона Это удивительно Это интересно Это занимательно Это любопытно Это свежо И Очень интересно Было это потрогать Живую Посмотреть Как люди Которым Нравится Исполнительница Розалия Все это Покупают Хотя они Иногда Может даже Не являются Глубокими поклонниками Футбольного клуба Барселона Вот такая вот Коллаборация Такой вот Хитрый мерч Такой вот Кросспрома Которые Соединяют Футбол И музыку Друзья Нашел для вас Уникальный пример Максимально Близкий Популярный И это Пример На тему того Как вообще Работает Цветокоррекция Точнее Как применять Фирменные Цвета Вашего бренда На фотографиях За моей спиной Есть три лица Одно из них Я как Близкий К футболу Человек Но не максимально Погруженный В него Точно знаю Да Это Господин Ливандовский Рядом С ним Есть еще Два Игрока И мы Сейчас На примере Этих Людей Разберем Как использовать Фирменные Бренда В ваших Фотографиях Часто Так бывает Что вам Нужно Сделать Баланс Между Фотографией И Иллюстрацией И соответственно В этих Случаях Вы Имеете Шанс Сделать Если мы Близко Посмотрим На Например Ливандовский На этом Конкретном Примере Что мы Увидим Что синий Цвет Как один Из основных Цветов Барселоны Используется В качестве Цвета Для тени Желтый Цвет Один Из Так же Основных Цветов Барселоны Да Такой Наверное Не основной А акцент Цвет Правильно Сказать Он используется Для самых Светлых Участков Лица И Красный Для Таких Средних Тонов То есть Что мы Получаем Мы получаем Фотографию В фирменном Стиле Но так Отцветокорректированную Что она Очень Фирмово Выглядит Можно сказать Так Из последних Брендов Которые Использовали Этот прием В России Это Бренд Билайн Тоже В них Довольно Бодро Получалось Они Использовали Очень много Желтого В своей Коммуникации Но очевидно Потому что Основной Цвет Билайна Явно Желтый Да Что бы я еще Хотел сказать Про Вот этот Дизайн Классно Что Здесь Используются Три фотографии Потому что У нас Три фирменных Цвета И соответственно Есть три фона Возникает Ритм Красный Синий Желтый Да И так же Ритмически Соответственно Они все Ну здорово Срабатывают Поэтому Берите На заметку Используйте В ваших Проектах Ваших Брендах Я уверен Что Этот прием Вам Сослужит Очень Хорошую Службу Единственный Очень важный Момент Что для Этого Приема Конечно Нужно Использовать Фотошоп То есть В Пауэрпойнте В Фигме Еще В каких Таких Ну назовем Это Достаточно Доступных Программах Такие Фишечки Боюсь Уже Не прокатят В любом В любом случае Теперь у вас Есть пример Как это делает Футбольный клуб Барселона И Дальше Выбор За вами Хотите ли Вы это Сделать В вашем Бренде Ну что ж Друзья Вот таким Получился Наш первый Экспериментальный Дизайн Выпуск Я надеюсь Что вы Узнали Хотя бы Одну Интересную Вещь Из Тех Деталек Которые Мы Собирали Для вас По Барселоне Понятно Что за 20 минут Сложно Рассказать О том Всем И полезно С вами была Школа Переупаковки Это Николай Пере И я Полетел Дальше Делал Для вас Контент До встречи